Добрый день, уважаемые слушатели моего канала. Сегодняшнее видео посвящено теме новолуния и полнолуния. У нас с вами есть очень интересный, прикольный механизм, который позволяет планировать нашу жизнь, наши какие-то события или действия на ближайшие 30 дней. И если научиться использовать механизм новолуния и полнолуния, то очень легко можно планировать или перераспределять как-то жизненные обстоятельства на протяжении всего годов, каким обстоятельствам в первую очередь отдать приоритет в какой-то конкретный период времени. С учетом характеристик новолунии и, соответственно, полнолунии, о которых я буду рассказывать. Астрология базируется на циклах. Луна – это великолепный механизм, причем достаточно быстрый механизм быстрых циклов, которыми действительно можно пользоваться чуть ли не каждый день. Что такое новолуния? Новолуния – это соединение Солнца и Луны в определенном знаке, у каждого в определенном доме, с определенными аспектами. И новолуния, оно как бы перезапускает, запускает с изново, апгрейдит, если хотите, определенных жизненных программ для каждого из нас. И гороскоп новолуния, он дает увидеть перспективу всего лунного месяца, всех 30 дней. А гороскоп полнолуния, он дает нам увидеть возможность, во что это развернется, принесет ли это какой-то результат. Воспользуемся мы ей или нет, это уже будет зависеть от нас. Но, как минимум, механизм в руки нам предоставляется. Базируясь этим механизмом, мы можем очень хорошо спланировать, допустим, в рамках целого года, какие события в какой месяц более эффективно перенести или начинать, что бы то ни было. Новолуния и полнолуния – это элемент транзитной астрологии. Что из себя представляет вот этот солнечно-лунный цикл, который состоит от 30 дней? Он включает в себя фазу новолуния, это непосредственные часы, минуты начала вот этого новолуния, когда Солнце соединяется с Луной. Он включает в себя последующие растущие две фазы, которые приводят к нас к полнолунию. Непосредственно 15-е сутки – это полнолуние, когда Луна находится на позиции к Солнцу. И затем последующие убывающие две фазы Луны – это третья и четвертая фазы. Как включаются вот эти вот фазы или как действовать, что ли, или как они действуют, эти фазы новолуния и полнолуния? То есть за два дня до новолуния – это у нас последние дни лунного месяца, дни гекаты, так называемые. И мы должны полностью завершить, подытожить итоги уходящего месяца. И заходим в новолунную фазу. Новолунная фаза, еще раз говорю, это соединение Солнца и Луны, точное время и точные градусы. Значит, в момент, когда мы заходим в новолуние, врезаемся в него, мы можем себя очень неважно ощущать. То есть все – и мужчины, и женщины. Особо плохо переносим мы женщины новолуния. Значит, в саму фазу новолуния и первые сутки не предпринимать никаких активных шагов, ничего не начинать. В сам час новолуния можно посвятить какими-нибудь медитациям, психологическим практикам, почитать мантры, молитвы. И перегружать ни физически, ни эмоционально, ни психологически организм. Никакими ни событиями, ни мыслями, ни действиями. Первые два часа после фазы новолуния необходимо посвятить планированию наступающего месяца. То есть тоже без всяких перегрузок. То есть уйти внутрь себя и, исходя из характеристики новолуния, запланировать себе грядущие 30 дней. Распределить их с учетом фаз растущих и убывающих Луны. То есть на растущих фазах мы что-то закладываем более активное. Мы начинаем, мы как бы учимся и двигаем, и там нас еще и толкают к тому, чтобы мы это делали. И доходим до фазы полнолуния, это 15-е сутки. На фазе полнолуния, опять-таки, мы ничего в сами 15-е сутки, ничего не предпринимаем резкого, активного, никаких начинаний. Это обычно очень эмоциональный день, потому что включается наше эмоциональное врожденное состояние, оно просто более активизируется. То есть это именно на полнолунии. Фаза полнолуния нас как бы переводит в последующие две падающие фазы, на которых мы будем завершать. Или, используя свой опыт, еще на третьей фазе можем что-то закладывать. Но только если это наше внутреннее состояние нас будет толкать к этому. Потому что внешние обстоятельства, они уже не будут нас толкать на третьей фазе, каким бы то ни было начитанием. Четвертая фаза лунная, это фаза завершения, поэтому мы подэтаживаем и закрываем как бы уходящие 30 дней. Значит, луния нам дает некий импульс, толчок к целому месяцу. Поэтому гороскоп новолуния позволяет нам спланировать целый месяц, 30 дней лунных. Полнолуние, это 15 лунные сутки, это как некий разворот того, что было заложено на новолуние. То есть это максимальная визуализация. Если хотите результат, может быть, а может и не быть. Все зависит от наших желаний, от наших возможностей. Потенциальная возможность есть. Воспользуемся мы ею, развернем мы это, реализуем мы это или нет, будет зависеть от нас. Но полнолуние, это как бы максимальные наши достижения. Вот мы первые 14 дней, мы как бы учились. И вот мы чему-то уже научились. Все, пожалуйста, теперь применяем наши знания. То есть это максимальный разворот того, что было заложено на новолуние. Поэтому, соответственно, гороскоп полнолуния, он дает нам возможность посмотреть, чего мы там можем, мы там что-нибудь реализовать. Или как там мы это можем реализовать. Или к чему это вообще должно прийти. Что должно развернуться. То есть что про это говорят звезды. Кроме того, у нас с вами есть еще так называемые дни Луны без курса. В каждом месте они разные. Значит, это такие вот дни прикольные. На самом деле, знаете, вот это а-ля пост так называемый. То есть природа о нас беспокоится. Она говорит о том, что бесконечно работать, вот она нам дает время, чтобы мы не реализовывались вовне. Уделяли время и нашему внутреннему психологическому состоянию. И не перегружали себя в психологически, эмоционально и физически. Поэтому холостая Луна – это такие вот периоды времени, когда нам говорят, удели время своему внутреннему миру. Отдохни. Остановись. Не предпринимай никаких активных шагов и никаких начинаний. Это время а-ля пост, как я его называю. Только потому что во время поста, помимо того, что мы придерживаемся каких-то диет, мы занимаемся нашим внутренним состоянием. Лечим нашу душу. Здесь то же самое, только в более таком широком формате, без каких бы то ни было резких шагов и проявлений. И всё, что на холостой Луне как бы начинается, оно не предназначено для проявления вовне. И поэтому оно пустое. Какая информация для нас важна по новолуниям и полнолуниям? Первое – это в каком знаке они протекают. Второе – в каком градусе, минутах и секундах. Третье – во сколько и по какому часовому пункту они протекают. Поэтому на это обращаем внимание. Какие события провоцируют новолуние и полнолуние? Ну, новолуние, во-первых, провоцируют события новые, как бы так как это импульс чего-то нового. Второе – они провоцируют события с 9-месячным шагом назад, которые имели место быть 9 месяцев назад, 18 месяцев назад, в таком же знаке, в котором будет или ожидается новолуние. Обязательно в таком же знаке, на любой фазе новолуния, но в таком же знаке. На любой фазе луны, но в таком же знаке. С шагом 9 месяцев назад, 9, 18, 27 и так далее. То есть там были какие-то события, зарождались они, завершались они или еще как-то по-другому. А здесь они будут обретать новый импульс. Даже, может быть, они там и шли к завершению, а здесь, возможно, у них будет как бы новый импульс возникнет. Также новолуния могут провоцировать, задавать некий новый импульс событиям. Если, допустим, новолуния находится под управлением какой-нибудь из планет, которая находится в стационарном положении на момент новолуния и собирается развернуться, например, в директное положение. То есть она ретроградная, хочет развернуться в прямое положение. Соответственно, эта новолуния будет провоцировать те события и давать в новый импульс, которым мы возвращались на ретро-петлях. Той планеты, которая как бы управляет этим затмением или которая находится в соединении с точкой новолуния. Управляет не затмением, а управляет новолунием, извиняюсь. Ну и новолуния может стать как бы импульсом для годичной длительности каких-то событий, если новолуния совпадает с солярным, например, гороскопом. Полнолуние. Значит, полнолуние, во-первых, разворачивает, максимально визуализирует, объективизирует ситуацию, которая заложена на новолуниях. То есть это какой-то максимальный, может быть, результат с плюсом или с минусом. Всё уже зависит от наших индивидуальных особенностей. В любом случае, всегда и во всех случаях желательно делать исключительно индивидуальные гороскопы. Об этом нужно помнить. Но помимо того, что оно визуализирует или разворачивает ситуацию текущего новолуния, оно может разворачивать, делать более объективным или демонстрировать, если хотите, ситуацию, которая была в прошлых периодах на новолунии с таким же знаком, в котором сейчас происходит полнолуние. То есть это тоже может быть некий виток разворота новолунии в предыдущих периодах, но новолуния со знаком, соответствующего знаку полнолуния. Для кого важны будут новолуния и полнолуния? То есть не столько важны, даже скорее более заметны, может быть, или более активно протекать. Будут важны не для всех, а вот для некоторых категорий людей она будет более заметна или активно протекающа. Значит, новолуния – это полнолуния будут заметны для тех, у кого в градусе новолуния или полнолуния в натальной карте находится какая-либо планета, особенно если там Солнце, Луна, светило или личные планеты – это Меркурий, Венера или Марс. Либо какие-то натальные точки, которыми могут быть узлы лунные, либо лилит и для новолуния, и для полнолуния. То есть в градусе, в знаке новолуния и полнолуния что-то в натальной карте находится. Второе. В таком же градусе, но в знаках соответствующего креста. То есть простым языком, допустим, у нас новолуния там в каком-то знаке, мы его берем, это первый знак, отсчитываем два пустых знака, и на третьем знаке в таком же градусе что-то находится. И в одну сторону, и во вторую. А также в противоположном знаке от новолуния в таком же градусе такая же картина по полнолунию. То есть в противоположном знаке от полнолуния в таком же градусе что-то находится на натальной карте. И в знаках соответствующего креста. То есть через два знака на третий в таком же градусе от полнолуния что-то находится на натальной карте. Ну и также люди, у которых новолуния совпадает с соляром годичным. То есть для них это тоже будут более заметные обстоятельства. Значит, всегда, напоминаю каждый раз, более корректно определять фактическое расположение любого звёздного события по натальной карте. Значит, то есть нужно определить то, в котором протекает, в частности, вот новолуние или полнолуние. Как мы это делаем? Во-первых, у меня есть видео маленькое, которое рассказывает, как используя бесплатные ресурсы, построить натальную карту и определить, допустим, расположение затмения. Это, по сути, аналог новолуния и полнолуния. Или... Мы всегда знаем с вами, то есть видео всегда говорится о том, в каком градусе и в каком знаке протекает новолуние и полнолуние. Открываем натальную карту, находим нужный знак, определяем градус или находим градус, то есть он идёт от куспи до дома, от начала... Нет, куспи до дома. От начала знака определяем градус, всё, определили, поставили точку и смотрим, в какой дом натальной карты это попадает. То же самое с полнолунием. Зная градус, зная знак, находим знак в натальной карте. В этом знаке находим градус, можно даже на глаз, потому что любой градус в натальной карте он идёт от нуля до 30 градусов. То есть, допустим, овен. Это значит от нуля до 31 градусов, это овен. С 31 градуса по 60 это уже телец и так далее. То есть каждый знак натальной карты занимает нишу 30 градусов. Как мы планируем свои 30-дневные периоды от новолуния? Да просто. Берём ручку, берём бумагу. Кому удобно, можно и на забор написать. И в спокойной обстановке детально расписываем наши шаги с учётом индивидуальной характеристики новолуния и индивидуальной характеристики полнолуния. Что такое индивидуальная характеристика новолуния и полнолуния? То есть это то, что рассказывает астролог о каждом конкретном новолунии и полнолунии. То есть это его положение в знаке, это его положение с аспектами. И что оно в целом, какую энергетику несёт. То есть какие возможности, какой потенциал даёт нам новолуния, какие возможности и потенциал несёт с собой полнолуние и разворачивает события. Или простым языком, таким достаточно грубым, что можно делать, чего не можно делать на этих конкретных новолуниях и на этих конкретных полнолуниях. Но нужно понимать, что никаких прямых запретов ни новолуния, ни полнолуния нести не могут. Они несут потенциальную возможность. Все нюансы, запреты, незапреты и всё, и как бы какие-то особенности, да и вообще как бы цельная характеристика всё равно зависит от индивидуальной взаимодействия новолуния и полнолуния карты с гороскопом. Поэтому ещё раз напоминаю, всегда желательно делать индивидуальные прогнозы. Я надеюсь, моё видео было вам полезно. На этом всё. До новых встреч!